Понятно. Давайте начнем сначала. У нас в городе сейчас работает почти 4 миллиона человек. Такого вообще никогда не было. Это беспрецедентная цифра. Безработных, по сути, не осталось. 11 тысяч зарегистрированных, чуть больше, там, раза в 3-4 лиц, которые ищут реальную работу. И от 50 до 60 тысяч вакансий, которые подтверждаются всеми ресурсами, начиная от частных, заканчивая работой в России. Эта цифра колеблется там изо дня в день, но это такая техническая вещь. Что происходит на рынке? На рынке действительно появилась, ну, совершенно другая ситуация, новая сложность. И поэтому, с одной стороны, можно говорить о дефиците на 360 градусов. То есть любую позицию возьмите. Там сфера ЖКХ, сфера услуг, транспорт, промышленность, торговля, та же доставка. И везде вы найдете дефицит. Если вы начинаете погружаться в этот дефицит, вы с удивлением обнаружите ситуацию, когда сегодняшняя картина, по сути, говорит о том, что, да, дефицит есть, но это текущая ситуация, и уже вот какого-то суперкризиса нет. Причем даже в сфере оборонно-промышленного комплекса. Вышли на определенную оплату. Что произошло? Научились по-другому работать с людьми. Да, миграционный поток есть. У нас в городе постоянно работает где-то порядка 360 тысяч иностранных граждан. Из них примерно 220-240 тысяч – те, кто работают по патентам. Есть представители дальнего зарубежья. Это не так много, порядка 20-30 тысяч. Опять же, в зависимости от месяца цифра колеблется. И остальные – это страны Евразийского экономического союза, которым не требуется ни визы, ни разрешения, ни патента, только регистрация. Вот такое число людей постоянно работает. На 4 миллиона – это не так много. Это порядка 9-8% и не более того. Но это необходимое количество, скажем так, все действительно разумно, все разумно и действительно. Они закрывают определенные ниши. В первую очередь – это стройка. Дальше – это все, что связано с коммунальным хозяйством. В общественном транспорте – это уже абсолютный минимум. Почему мы не идем на какие-то резкие шаги, запретить в такси или еще что-то? Мы постепенно добиваемся этого результата, только с совершенно другими методами. Мы, допустим, повышаем минимальную заработную плату. Она у нас в городе с ноября месяца прошлого года 25 тысяч рублей. Самая высокая в стране. То есть мы постепенно это легализуем. В этом году мы ее тоже будем повышать, совершенно очевидно. Поэтому у нас, допустим, НДФЛ в бюджете города – почти половина доходной части, налоговой части бюджета Санкт-Петербурга. Это очень круто, на самом деле, поверьте. То есть почти полутриллиона. Там чуть больше. И вот у нас основное направление – это легализация трудовых отношений, максимальная легализация. Теперь, если говорить про миграцию, мы очень плотно сейчас взаимодействуем со всеми силовиками. Просто очень плотно. И с инспекцией по труду, со всеми надзорными органами. В чем смысл? Процесс миграции, он должен стать прозрачным. И если вы посмотрите, то в январе месяце вышло распоряжение правительства Российской Федерации, которое утвердило на этот год план работы по реализации президентской концепции миграционной политики. Что там важно? По факту должен быть создан цифровой двойник и любого мигранта, и любого работодателя, который привлекает трудящегося мигранта. Дальше очень много последований, о которых я очень коротко сказал еще из трибуны. Это формирование единого подхода к профессиональным стандартам, образовательным стандартам. Это же не шутка. У нас, допустим, есть институт профессиональных стандартов, а в других странах СНГ его нет. Как это все сравнивать? И реально это необходимо. Примеры очень простые. Сколько времени требуется на устройство работы, на работу человека, у которого есть, допустим, сертификат Национального агентства в качестве сварки. Вот он четко его прошел, вот у него есть сертификат. Его можно устраивать на работу 20-30 минут, ну час, потому что про него все ясно. Может быть, там вопросы безопасности что-то дополнительное потребуют, если какой-то очередной Северный поток или Сила Сибири. Но, в принципе, устройство очень короткое. А если нет этого сертификата, то есть нет этого профессионального стандарта, вы должны его посмотреть, почитать биографию, провести собеседование, сделать тестирование, оценить это тестирование, чтобы там не было никаких ляпов. И только после этого вы будете принимать на работу. А сегодня фактор времени – это очень важно. Я просто приведу, может быть, короткий пример. Если на трудоустройство человека на крупное предприятие, особенно оборонное, тратится 3-4 месяца, это примерно от трети до половины годового баланса рабочего времени этого человека. Это безумно дорого. Когда мы говорим о современных формах найма, там, та же платформенная занятость – это 20-30 минут. Ну, почувствуете разницу, да? И вот сегодня, почему мы и темой форума назвали там новую сложность? Потому что старыми методами сегодняшнюю ситуацию на рынке труда уже не разрешить. И здесь есть одно очень серьезное, ну, противоречие, что ли. Нелюбовь к работе, допустим, на предприятиях появилась на Западе 20-30 лет тому назад. У нас она появилась последние лет 10-15. Что с этим делать? А надо работать. И работодателю менять подход к людям, и людям менять немножко подход к работе, потому что, ну, где-то истина посередине находится. Но двигаться придется всем, и очень серьезно. Почему? Потому что, когда мы говорим с вами про миграцию, что это означает? Наиболее активные люди из страны исхода приезжают сюда, потому что здесь есть рынок. А можем ли мы только миграционным потоком закрыть реально потребности нашей экономики? Я не имею в виду покрытие дефицита, а потребности экономики. Если идти по пути Запада, вот о чем не очень любят говорить иностранные коллеги, что они сделали лет 30 тому назад, когда местная молодежь не захотела идти на заводы? Тунис, Ливия, Ливан, Сирия, Ирак. И 8-10 миллионов иностранцев прибыли в Европу. Они закрыли кадровую потребность? Нет. Развили они промышленность Европы? Нет. Получается, что это немножко тупиковый путь. В Соединенных Штатах Америки примерно такой же подход. За этот год из Мексики, за 23-й, 8 миллионов человек прибыло в Соединенные Штаты Америки. И как-то серьезные дефициты они не закрыли в промышленности. И наоборот, доиндустриализация Америки пока еще не завершена. Они снарядов не могут выпустить столько, сколько мы это делаем. Это не шутка. Это на самом деле очень серьезный показатель. Мы это можем. Основной вариант. Почему мы это можем? Потому что занимаемся производительностью труда. Так вот, надо создавать экономику и в странах исхода, и у нас. И в первую очередь, главная задача, главное решение – это производительность труда и новые технологии. Другого варианта нет. Скажите, способен ли регион обеспечить работой тех, кто сейчас вынужден подседать в Прималтику? Поймите, у нас проблемы с поиском работы всерьез нет. Если вы хотите работать, если вы предпринимаете к этому усилия, и ваше здоровье позволяет вам работать, вы работу в городе найдете железобетонную. Более того, можно четко утверждать, что если вы предпринимаете серьезные усилия, то заработок 50-60 тысяч – это абсолютно реальный заработок. Скорее, больше. Скажите, дефицит трудовых мигрантов, он все-таки существует? И это рабочая сила, или это высококвалифицированные специалисты? То есть, кого больше не хватает? Еще раз, дефицит, вот он по 360 градусов, он есть везде. Другое дело, когда начинаешь разбираться в конкретике, решения всегда находятся. Ну, самые разные решения. И все эти решения так или иначе лежат в плоскости производительности труда. Если говорить о Петербурге. Я про Петербург говорю совершенно. Ну, хорошо, вот наша организация отвечает за национальный проект производительности труда в городе. Приходим на предприятие, приходит бригада. До начала работы 20 тонн металла обрабатывается и уходит продукция. Через 4 месяца 50 тонн. Численность не меняется. Есть разница. И поверьте, что на каждом предприятии, вот если вам говорят, что вот в этой сфере экономики самый большой дефицит, это означает, что здесь самая низкая эффективность работы. И в этом направлении надо в первую очередь двигаться. Поймите правильно, только миграционными потоками, только призывом людей из других территорий ехать сюда и работать, мы кадровую проблему не закроем. Это нереально. Но в основном ведь у нас, например, такая простая рабочая сила, дворники, строители. Это люди-мигранты, ну как правило. Нет. Среди дворников и механизаторов в системе ЖКХ от 70 до 80 процентов это жители нашего города. Это лучше у коллег из жилищного комитета спросить или комитета по благоустройству. То есть нельзя сказать, что вот, например, нам не хватает трудовых мигрантов для этой сферы, для этой сферы, для этой сферы. Вот еще раз, вот их 360 тысяч работает здесь в городе, и эта цифра, она мало меняется за последние лет 5-7. Независимо там от курса рубля, от кризиса есть колебания, но они реально небольшие, в основном сезонные. И эти люди никуда не исчезли, им место есть. Хорошо, спасибо. Чувствуете ли вы изменения географии миграционных потоков, потому что сегодня министр Таджикистана говорил о том, что они создают на своей территории рабочие места, чтобы немного перекрыть миграционный поток. В общем-то многие эксперты говорят о том, что Узбекистан, Таджикистан понемногу сокращают, а другие страны наращивают. Знаете, насчет понемногу, самое главное слово понемногу, говорить о каком-то радикальном сокращении я бы не стал. То, что география меняется, да, меняется. Сейчас дальние зарубежья становятся достаточно популярны, в первую очередь та же самая Индия, этот процесс потихоньку раскручивается, и ряд других азиатских стран. Каких пример? Давайте так, вот про Индию могу говорить конкретно, про остальные это пока процесс. Что касается прибывших сюда представителей африканских стран, ну, вряд ли они приехали сюда просто, чтобы послушать наших спикеров. Во-первых, из каких стран они прибыли, и ведутся ли с ними какие-то переговоры, есть ли заинтересованные с этой стороны? Давайте так, это вот первая проба пера, мы начинаем с ними диалог, к чему это приведет я пока не скажу, но то, что нам надо обмениваться информацией и взаимодействовать, это исторический совершенно факт. Африка это очень важный континент.